Вся слава Шри-Шри Гуру и Гауранги Гита Махатня из Падмапураны Шри-Кришны Двайпайны Вьясы Составитель Подмолочин Дас посвящается его божественной милости Аче Бхактигданте Свами Прабхупаде, основателю ачарьи Международного общества Сознания Кришны. В Махабхарате, 348 главе Шанти Парвы, мы можем проследить историю Гиты следующим образом. В начале Третой Юги, эту науку о взаимоотношениях со Всевышним, Вивасван поведал Ману. Ману, прародитель человечества, передал ее своему сыну Махараджи Икшваку, царю этой планеты Земля, и предку династии Ракху, в которой появился господь Рамачандра. Следовательно, Бхагавадгита существует в человеческом обществе со времен Махараджи Икшваку. К настоящему времени прошло 5000 лет Кали-юги, которая длится 432 тысячи лет. Перед этим была 2 параюга 800 тысяч лет, а перед ней Третойюга 1 200 000 лет. Таким образом, около 2 миллионов 5000 лет назад, Ману рассказал Бхагавадгиту, своему ученику и сыну Махараджи Икшваку, царю планеты Земля. Господь вновь пересказал ее Арджуне около 5000 лет назад, на поле битвы Курукшетра. Так выглядит история Гиты согласно утверждениям самой Гиты и того, кто ее рассказал, Господа Шри Кришне. Она была поведана Богу Солнца Вивасвану, поскольку он был Кшатрим и предком всех Кшатрив, потомков Бога Солнца, или Сурья Вамша Кшатри. Так как Бхагавадгита, рассказанная Верховной Божественной Личностью, равноценна ведам, это знание есть Апаурушея, сверхчеловеческое. Поскольку ведические наставления принимаются такими, как они есть, без чьих-либо толкований, то и Гита должна приниматься без всяких мерзких толкований. Мерзкие спорщики могут спекулировать по поводу Гиты, но тогда это не будет Бхагавадгитой, как она есть. Бхагавадгиту следует принимать такой, какой она передается по цепи ученической преемственности. А здесь говорится, что Господь рассказал ее Богу Солнца, Бог Солнца поведал ее своему сыну Ману, а Ману передал ее своему сыну Икшваку. Его Божественная Милость А.Ч. Бхагавадгита с вами Прокхупада из предисловия «К Бхагавадгите, как она есть». Гита Махатмия «К Бхагавадгита» — это прославление Бхагавадгиты в Падмапуране, части Вет. Это повествование, построенное на историях из ведических времен и помогающее нам понять значение и величие каждой из глав Бхагавадгиты. Сегодня слушайте о славе пятой главы Бхагавадгиты. Господь Вишну сказал «Теперь я опишу тебе безграничную славу пятой главы Шримад Бхагавадгиты. Слушай очень внимательно». В стране Мадра есть город Пуру-Куцапур. В нем жил брахман по имени Пингала. В детстве его обучали ведом и различной брахманической деятельности. Однако это его не интересовало. Став юношей, он бросил брахманические занятия и стал учиться петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Постепенно он настолько прославился своим искусством, что сам царь пригласил его жить во дворец. Там он все больше и больше опускался до греховной жизни. Становясь более близким к царю, он очень возгордился. Особенно ему нравилось наедине с царем заниматься сплетниками. Жена Пингалы, Аруна, была низкого происхождения. Она была очень похотлива и наслаждалась со многими мужчинами. Когда муж узнал об этом, она решила убить его. Однажды, поздней ночью, она отрубила ему голову, а тело сгорело всему. После смерти Пингала попал в глубочайшие области Ада и, выстрадав там очень долго, родился в теле грифа Стервятник. Аруна – его жена. Свободно общаясь с мужчинами, заболела дурной болезнью и вскоре ее тело стало уродливым и непривлекательным. Умерев, она также попала в ад, и долгое время отстрадав там, получила тело самки-попугая. И вот однажды она занялась поисками пропитания. В это самое время ее увидел Стервятник, который когда-то был Пингом. Вспомнив свою прошлую жизнь, он понял, что эта попугаиха была его женой и, напав на нее, поразил ее своим острым клювом. Она рухнула в наполненной водой человеческий череп и утонула. Тут же появился охотник и сбил Стервятника стрелой. Стервятник упал, его голова свалилась в тот же череп, и он захлебнулся. Затем явились посланники Лемараджа и забрали их в обитель смерти. В это время, вспоминая свои греховные жизни, они испытали сильный страх. Когда они появились перед Лемараджа, тот сказал, «Теперь вы свободны от грехов и можете отправляться на Вайкунтру». Когда Пингом и Аруна услышали это, они спросили Лемараджа, «Как могли две такие грешные души, как они, получить право попасть на Вайкунтру?» Ямарадж ответил, «На берегах Гамри жил великий преданный Господа Вишну по имени Ват. Он был свободен от вожделения и жадности. Ежедневно он читал пятую главу Шримад Багава Дмитри, а когда оставил тело, отправился прямо на Вайкунтру. Благодаря ежедневному повторению пятой главы Багавадгиты, его тело стало совершенно чистым, и, коснувшись черепа этого преданного, вы оба достигли Вайкунтхи. В этом состоит слава пятой главы Багавадгиты, Господь Вишну сказал, «Дорогая Лакши, услышав от Ямараджа о величии Багавадгиты, они почувствовали себя очень счастливыми и взошли в цветочный корабль, который прибыл для того, чтобы забрать их на Вайкунтру». Любой, кто слушает пятую главу Багавадгиты, даже если он последний грешник, достигает Вайкунтхи. Вы услышали часть Гитамахатми, прославление Багавадгиты из Падмапураны, Шри Кришны Доватами Ильясы, посвященную славе пятой главы Багавадгиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова